Обитель преподобного Сергия в первое время своего существования была бедна самыми необходимыми предметами. Часто подвижники испытывали крайний недостаток в самом нужном. Удаленная от жилищ, отрезанная от всего света глухим, едва проходимым лесом, обитель преподобного Сергия редко получала помощь от мирских людей. Часто у братьев не было вина для совершения божественной литургии, и они были принуждаемы лишать себя всего духовного утешения. Часто не хватало пшеницы для просфор или фимиама для кождения, воска для свеч, елея для лампад. Тогда иноки зажигали лучину и при таком освящении совершали службы в церкви. В бедно и скудно освящаемом храме они сами горели и пламенели любовью к Богу, яснее самых ярких свеч. Проста и несложна была внешняя жизнь иноков, так же просто было и все, что их окружало, и чем они пользовались, но величественна была простота сия. Сосуды, кои употреблялись для таинства причащения, были сделаны из дерева, церковное облачение из простой крошенины, богослужебные книги писались на бересте. Иногда иноки обители, в которой тогда еще не было общежития, и каждый содержался на свои средства, терпели в пище недостаток. Сам игумен нередко испытывал нужду. Так однажды у преподобного не оставалось ни одного куска хлеба, да и во всем монастыре была скудость в пище. Выходить же из обители для того, чтобы просить пропитания у мирян, преподобный строго запрещал инокам. Он требовал, чтобы они возлагали надежду на Бога, питающего всякое дыхание, и у него с верою просили бы все благопотребно, а что он повелевал братьей, то и сам выполнял без всякого опущения. Поэтому три дня терпел святой, но на рассвете четвертого дня, томимый голодом, взяв топор, он пришел к одному старцу, жившему в его монастыре по имени Даниилу, и сказал ему, — Я слышал, старче, что ты хочешь построить сени к своей келии. Я желаю, чтобы руки мои не оставались праздными, посему и пришел к тебе. Дозволь мне построить сени. Даниил отвечал, — Да, я уже давно желаю сделать сени, даже заготовил все необходимое, жду только плотника из деревни. Порядить же тебя я не решаюсь, ибо ты возьмешь с меня большую плату. Но Сергий сказал, что ему нужно только несколько кусков старого гнилого хлеба. Тогда старец вынес своему игумену решето с кусками хлеба, но преподобный сказал, — Не сделав работы, я не беру платы. После того он усердно принялся за работу. Целый день занимался с ним делом и с Божьей помощью кончил его. Лишь вечером на заходе солнца святой принял хлеб. Помолившись, он стал вкушать его, причем некоторые иноки заметили, что из уст преподобного исходит как бы дым. Видя это, пустынно жители дивились его смирению и терпению. Как-то в другой раз случилось оскудение в пище. Два дня переносили это лишение иноки. Наконец, один из них, сильно страдая от голода, стал роптать на святого, говоря, — Да коли ты будешь запрещать нам выходить из монастыря и просить у мирян хлеба? Еще одну ночь мы перейдь терпим, а утром уйдем отсюда и не воротимся, чтобы нам не умереть с голода. Преподобный утешал братью словами священного Писания, повелевающими возлагать упование на Бога, привел он им слова Христовы. — Воззрите на птицы небесные, як они сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их. — Если же Он питает птиц, — говорил святой, — то неужели не поможет подать пищу нам? Вот теперь время терпения, мы же ропщим. Если мы перенесем кратковременное испытание с благодарностью, то сие самое искушение послужит нам на большую пользу, ведь и золото не очищается без огня. Не успел подвижник кончить своих слов, как в ворота монастыря начали стучать. Оказалось, что в обитель привезли неизвестно откуда много свежих, только что испеченных хлебов. Привезшие говорили, — Вот это один христолюбец прислал Авве Сергию и братья, живущие с ним. Тогда иноки стали просить посланных вкусить с ними пищи, но те отказались, сказав, что им приказано немедленно вернуться обратно, и поспешно удалились из обители. Пустынники, увидев обилие привезенных яств, поняли, что Господь посетил их Своей милостью, и, возблагодарив горячо Бога, устроили трапезу. При этом иноки были поражены необыкновенной мягкостью и необычайным вкусом хлеба. На другой и на третий день в монастырь еще привезли много ястия и питья, так что их хватило надолго для пропитания братьей. Преподобный Игубен, воспользовавшись сим случаем для наставления иноков, сказал им, поучая их, «Смотрите, братья, как промыслитель Господь не оставляет места сего и рабов своих, соиночествующих, живущих здесь, работающих день и ночь, и все терпящих с верою и благодарением. И, вспоминая слова святого апостола Павла, имеющие же пищу и одеяние, семидовольны будем». Он уговаривал братью не заботиться о скороприходящем, но уповать на промыслителя Бога. Приблизительно через пятнадцать лет после возникновения Радонежской обители, вблизи ее стали селиться крестьяне. Они беспрепятственно вырубали лес, настроили дворов и сел, распахали поля и стали сеять хлеб. Жизнеописатель преподобного жалуется, что крестьяне исказили пустыню, не пощадили ее, превратили в чистые поля. Новые соседи монастыря прекратили и его пустынную скудость. Часто посещали они монастырь, усердно приносили в изобилии разные припасы, и нищета в обители преподобного Сергия кончилась навсегда. Одно время в монастыре стал чувствоваться недостаток в воде, происшедший, вероятно, от того, что источник, протекавший около обители, давал менее воды, чем сколько нужно было для всех насельников быстро умножавшегося монастыря. Братья приходилось теперь носить воду издалека и с большими затруднениями, поэтому некоторые стали роптать на святого и говорили, «Зачем ты, не разбирая, поселился на всем месте? Зачем, когда здесь нет поблизости воды, ты устроил обитель?» Преподобный смиренно отвечал, «Братья, я желал один безмолвствовать на всем месте. Богу же было угодно, чтобы здесь возникла обитель. Он может даровать нам и воду, только не изнемогайте духом и молитесь с верою. Ведь если он в пустыне извел воду из камня непокорному народу еврейскому, то тем более не оставит вас, усердно служащих ему». После того он взял с собой одного из братьев и тайно сошел с ним в чащу, находившуюся под монастырем, где никогда не было проточной воды. Найдя во рве немного дождевой воды, святой преклонил колено и стал молиться. «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, услыши нас в час сей и яви славу Твою! Как в пустыне через Моисея чудодействовала крепкая десница Твоя, источив из камня воду, «Так и здесь яви силу Твою, Творец неба и земли, даруй нам воду на месте сём, и доразумеет все, что Ты внемлишь молящимся Тебе и высылающим славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков. Аминь». Тогда внезапно забил обильный источник. Сильно поражена была братья. Ропот недовольных сменился чувством благоговения пред святым игуменом. Иноки даже стали называть сей источник Сергиевым. Но смиренному подвижнику было тяжело прославление людское, и он сказал, «Не я, братья, дал вам воду, но сам Господь послал её нам, недостойным, посему не называйте его моим именем». Тогда братья перестали называть источник Сергиевым. С того времени иноки уже не испытывали более недостатка в воде, но брали её из источника для всех монастырских потребностей. За водой из этого источника присылали нередко и миряне, иногда издалека и пьющую эту воду с верою получали исцеление. Много и других чудес совершил преподобный ещё при жизни. Так однажды он воскресил мёртвого. Это произошло следующим образом. В окрестностях обители жил поселянин, питавший к Сергию великую веру. Единственный сын его был одержим неизлечимую болезнью. Твёрдо надеясь, что святой исцелит отрока, поселянин принёс его к преподобному. Но в то время, как он пришёл в келью святого и стал просить его помочь болящему, отрок умер. Потеряв всякую надежду, отец стал горько плакать. «Увы мне!» — говорил он святому. «Я пришёл к тебе, человек Божий, с твёрдой уверенностью, что ты поможешь мне. Увы мне! Что теперь мне делать?» Так, скорбя и рыдая, он вышел, чтобы принести всё нужное для погребения сына. Увидев рыдание огорчённого отца, преподобный сжалился над ним и, сотворив молитву, воскресил отрока. Вскоре возвратился поселянин с гробом. Святой же сказал ему, напрасно ты неосмотрительно предаёшься печали. Отрок не умер, но жив. Так как этот человек видел, как умер его сын, то не хотел верить словам святого. Но подойдя, он с удивлением заметил, что отрок действительно жив. Тогда обрадованный отец стал благодарить преподобного за воскрешение сына. «Ты обманываешься и не знаешь сам, что говоришь», — отвечал ему чудотворец. «Когда ты нёс отрока сюда, он от сильной стужи изнемог. Ты же подумал, что он умер. Теперь в тёплой келье он согрелся, а тебе кажется, что он воскрес». Но поселянин продолжал утверждать, что сын его воскрес по молитвам святого. Тогда Сергий запретил ему говорить о сём, прибавив, «Если ты станешь рассказывать о том, то будешь наказан и вовсе лишишься своего сына». В великой радости вернулся поселянин домой, прославляя Бога и его угодника Сергия. Об этом чуде узнал один из учеников преподобного, который и поведал о нём. Слава о чудесах преподобного Сергия стала быстро распространяться, и начали привозить больных к нему не только из окрестных селений, но даже из отдалённых местностей. Так однажды привезли с берегов Волги знатного человека, одержимого нечистым духом. Сильно страдал он, то кусался, то бился, то убегал от всех. Десять человек едва могли удержать его. Родные Бесноватого, услышав о Сергии, решили привезти его к преподобному. Немало усилий потребовалось для того, когда болящего привезли в окрестности монастыря, он с необычайную силу разорвал железные оковы и стал кричать так громко, что его голос был слышен в обители. Преподобный Сергий совершил молебное пение о болящем, в это время страждущий стал несколько успокаиваться, его даже ввели в самый монастырь. По окончании молитвенного пения, когда преподобный подошел с крестом к Бесноватому и стал осенять его, Бесноватый бросился с диким воплем в воду, скопившуюся неподалеку после дождя. Когда же преподобный осенил его святым крестом, он почувствовал себя совершенно здоровым, и рассудок возвратился к нему. На вопрос, почему он бросился в воду, исцеливший отвечал, «Когда меня привели к преподобному, и он стал осенять меня честным крестом, я увидел великий пламень, исходящий от креста, и, думая, что тот огонь сожжет меня, устремился в воду». После того несколько дней он пробыл в монастыре, прославляя милосердие Божие и благодаря святого угодника за свое исцеление. Много и других чудес происходило по молитве подвижника. «Слепые прозирают, и хромые ходят, прокаженные очищаются». Словом, все, с верою приходящие к святому, какими бы ни страдали недугами, получали телесное здоровье и нравственное назидание, так что обретали сугубую пользу. Слух о таких чудесах преподобного Сергия распространялся все далее и далее. Молва о его святой подвижнической жизни росла шире и шире. Более и более возрастало число посещавших его обитель. Все прославляли преподобного Сергия, все благоговейно почитали его. Многие шли сюда из различных городов и мест, желая видеть святого подвижника. Другие стремились получить от него наставление и насладиться его душеполезной беседой. Многие иноки, оставив свои монастыри, приходили под кров основанной преподобным обители, желая подвизаться под его руководством и жить вместе с ним. Простые и знатные хотели получить у него благословение, приходили к блаженному отцу. Все его уважали и считали за пророка или как бы за одного из древних святых отцов. Уважаемый и прославляемый всеми, преподобный Сергий оставался все тем же смиренным иноком. Людская слава не прельщала его. Все так же продолжал он трудиться и служить всем примером величайшего смирения. Не любил он мягких и красивых одежд, но постоянно носил одеяния из грубой ткани, сшитая руками. Однажды в монастыре не было хорошего сукна, оставался всего один кусок, и тот был такого низкого достоинства и притом так плохо окрашен, что монахи отказывались брать его. Тогда Сергий взял его себе, сшил из него одежду и носил ее до тех пор, пока не развалилось. Вообще же, святой всегда носил ветхую и грубую одежду. Так что многие не узнавали его и принимали за монастырского служку. Один крестьянин из дальнего селения, слыша много о святом Сергии, пожелал видеть его. Он пришел в обитель преподобного и стал расспрашивать встречающихся братьев, где находится святой. Случилось, что преподобный тогда в огороде копал землю. Братья сказала о том прибывшему поселянину. Он пошел к огороду и в щель забора увидел святого, копающего землю в худой разодранной одежде и спещренной заплатами. Он подумал, что указавшие ему на сего старца посмеялись над ним, ибо он ожидал видеть святого в большой славе и чести. Поэтому он снова стал спрашивать с обидой, «Где же святой Сергий? Покажите мне его, так как я пришел издалека поклониться ему, к тому же имею к нему дело». Иноки же отвечали, «Старец, введенный тобою, и есть преподобный отец наш». Когда святой вышел из огорода, крестьянин отвернулся от него и не хотел смотреть на блаженного. Негодуя он так, говорил братьям, «Сколько труда понапрасну понес я». Пришел взглянуть на великого пророка и надеялся увидеть его в большой почести и славе, а вы смеетесь, надо мной показываете какого-то слугу. Братья с негодованием рассказали игумену о недоверчивом и непочтительном посетителе. Но насколько тщеславный превозносится о похвале и почести своей, настолько же смиренно мудрый радуется бесчестий и уничижений. Позвав поселянина к себе, преподобный поставил перед ним трапезу и стал равнодушно угощать его. Между прочим, святой сказал ему, «Не печалься, друг, по милости Божией отсюда никто не уходит печальным, и твое желание исполнится». Лишь только блаженный произнес сии слова, уведомили о прибытии в монастырь князя. Сергий встал и вышел навстречу знатному гостю, приехавшему в монастырь в сопровождении множества слуг. Увидев игумена, князь еще издали поклонился преподобному до земли и спрашивая смиренно у него благословения. Святой же, благословив князя, с подобающую честью вел его в обитель. Они сели рядом и стали беседовать, а прочие все предстояли. Поселянин, оттесненный далеко княжескими слугами, не мог, несмотря на все свои старания, приблизиться к тому старцу, коем он ранее гнушался. Тогда он тихо спросил у одного из предстоящих. «Господин, что это за старец сидит с князем?» Тот же отвечал ему. «Разве ты пришлет здесь, что не знаешь всего старца?» «Это преподобный Сергий». Тогда поселянин стал укорять себя и ужасаться за свое неверие. Когда же князь вышел из обители, он быстро подошел к преподобному и, стыдясь прямо глядеть на него, поклонился старцу в ноги, прося прощения за то, что согрешил по неразумию. Святой же ободрил его, благословил, побеседовал с ним, утешил его и отпустил домой. Таким великим смирением отличался преподобный Сергий, земледельца, который пренебреком, он возлюбил не менее, чем князя, оказавшего ему почесть. И тот ушел с великую верою к святому. Прожив несколько времени в миру, поселянин скоро опять пришел в обитель и принял здесь пострижение. Так сильно тронуло его смирение великого подвижника. Один раз поздно вечером блаженный, по своему обычаю, совершал правила и усердно молился Богу о своих учениках. Вдруг он услышал голос, звавший его. «Сергий!» Преподобный сильно изумился такому необычайному в ночное время явлению. Отворив окно, он хотел посмотреть, кто зовет его, и вот видит он большое сияние с неба, которое настолько разгоняло ночной мрак, что сделалось светлее дня. Голос послышался во второй раз. Сергий, ты молишься о своих чадах, и моление твое услышано, посмотри, видишь число иноков, собирающихся под твое руководство во имя Пресвятой Троицы. Оглянувшись, святой увидел многое множество прекрасных птиц, прилетевших и в самый монастырь, и за его ограду, и опять был слышен голос. «Так умножится число твоих учеников, подобно симптицам, и после тебя оно не оскудеет и не умолится, если они станут следовать твоим стопам». Святой был изумлен таким дивным видением. Желая, чтобы и другой кто-либо порадовался вместе с ним, он громким голосом позвал Симона, жившего ближе прочих. Удивляясь необычайному призыву игумена, Симон поспешно пришел к нему, но видеть всего видения уже не сподобился, а узрел только некоторую часть небесного света. Преподобный подробно рассказал ему все, что он видел и слышал, и оба провели без сна всю ночь, радуясь и прославляя Бога. Вскоре после сего к преподобному Сергию пришли послы от святейшего патриарха Константинопольского Филофея и передали святому вместе с благословением дары от патриарха Парамант и Схиму. Они принесли из Константинополя следующее послание. Милостью Божию, архиепистоп Константина Града, вселенский патриарх, господин Филофей, сыну и сослужебнику нашего смирения о святом духе Сергию, благодать и мир наше благословение. Мы слышали о твоей добродетельной жизни по заповедям Божиим, восхвалили Бога и прославили имя Его. Но вам еще не достает одного и при том самого главного — нет у вас общежития. Ты знаешь, что и сам Бога Отец Пророк Давид, все обнимавший своим разумом, изрек, все, что добро или что красно, но ежи жить и братья в купе. Посему и мы преподаем вам добрый совет — устроить общежитие, и да будет с вами милость Божия и наше благословение. Получив патриаршее послание, преподобный отправился к блаженному митрополиту Алексию и, показав ему грамоту, спросил его, «Владыка святый, как ты прикажешь?» Святой Алексий одобрил намерение преподобного и посоветовал ввести строгое общежитие. С того времени преподобный Сергий установил в своей обители общежитие и строго приказал братьям соблюдать общежительный устав. Никому из иноков ничего не приобретать для себя, не называть ничего своим, но по заповедям святых отцов все иметь общее, монастырское — и пищу, и одежду, и жилище. Из числа братьев преподобный Сергий избрал разных чинов для монастыря — служебных для заведования трапезой, хозяйством, казной, уходом за больными братьями, а также церковных для надзора за монастырским храмом и его чистотою. Запретив инокам частную собственность, преподобный не был склонен скоплять богатство и в общую пользу монастыря. Все излишки, какие в нем скоплялись, подвижник употреблял на дела благотворения — на милость нищим или на помощь бедным мирянам, которые приходили в обитель. И по мере того, как монастырь богател от приносов христолюбцев мирян, милостивый игумен более и более развивал его благотворительность — страннолюбие, нищелюбие и уход за больными. Сам подвижник помогал бедным, странным и больным, и служебным чинам обители дал непререкаемую заповедь — не оставлять дел милосердия и благотворения, и обещал при этом, что обитель его будет стоять и процветать до тех пор, пока они станут сохранять эту заповедь его. И с того времени никто из нуждающихся не уходил без подаяния от ворот радонежской обители. Больные надолго оставались при монастыре и пользовались уходом. Путники, заехавшие зимнюю дорогой в непогоду и морозы, жили в обители и получали содержание, пока нельзя было пуститься в дальнейший путь. Князья и воеводы заходили сюда с отрядами войска, и все получали пищу и питье от гостеприимного подвижника. Когда большая дорога от Москвы к Ростову, шедшая раньше вдали от обители преподобного Сергия, проложена была близ нее, в монастырь стало заезжать еще более гостей. Скоро, однако, в радонежской обители произошел беспорядок — восстание против святого игумена. Братья, с такой настойчивостью принудившие преподобного принять власть, теперь стало недовольно, вероятно, строгостью общежития. Родной брат его, Стефан, не чуждый духа властолюбия, был во главе восставших и оскорбил святого в церкви за вечерним богослужением. Кроткий подвижник ничего не сказал обидчику. Прямо из церкви и не заходя в келью, несмотря на позднее время, он скрылся из монастыря и ушел на реку Кержач, где основал новый монастырь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Троицкие иноки скоро хватились своего игумена, пошли в разные стороны искать его, и, когда открыли новое место его подвигов, начали переходить в монастырь на Кержаче. Лишившись святого наставника, радонежское братство начало быстро уменьшаться. Порядок монастырской жизни расстроился. Тогда оставшиеся просили святого митрополита Алексия, чтобы он повелел преподобному Сергию возвратиться в обитель Пресвятой Троицы. Тогда святой Алексий послал к преподобному двух архимандритов с просьбою, чтобы он внял молению братьев и возвратился к ней. Он увещевал Сергия сделать сие для того, чтобы иноки, основанные им обители, не разошлись, не имея пастыря, и святое место не запустело. Беспрекословно исполнил преподобный Сергий сие прошение блаженного святителя. Он возвратился в Лавру на место первого своего пребывания, поставив игуменом Кержачского монастыря ученика своего Романа, и с величайшую радостью был встречен братьею. Святой Стефан, епископ Пермский, питавший великую любовь к преподобному, однажды ехал из своей епархии в Москву. Дорога покоя проезжал святитель отстояла от Сергиевого монастыря в верстах в восьми, так как Стефан очень спешил в город, то проехал мимо обители, предполагая посетить ее на обратном пути. Но когда он был против монастыря, то остановился, прочитал достойно есть и, сотворивший обычную молитву, поклонился преподобному Сергию со словами «Мир тебе, духовный брат». Случилось, что тогда блаженный Сергий вместе с братьями вкушали за трапезу. Уразумев духом поклонение епископа, он тотчас же поднялся. Немного постояв, он сотворил молитву, в свою очередь также поклонился епископу и сказал «Радуйся и ты, пастырь Христова стада, и благословение Господне да будет с тобою». Братья была удивлена таким необычайным поступком святого. Некоторые же поняли, что преподобный удостоился видения. По окончании трапезы иноки стали расспрашивать его о происшедшем, и он сказал им «В тот час против нашего монастыря остановился епископ Стефан на пути в Москву, поклонился Пресвятой Троице и благословил нас, грешных». Некоторые из учеников преподобного тотчас же поспешили к указанному месту, потом нагнали святого епископа и убедились, что все произошло именно так, как сказал преподобный. Многие благочестивые мужи просияли славою в обители преподобного, многие из них были поставлены на игуменство в другие монастыри, а иные возведены на святительские кафедры, и все они преуспевали в добродетелях, наставляемые и руководимые своим великим учителем Сергием. Среди учеников преподобного был один по имени Исаакий. Он желал посвятить себя подвигу безмолвия и посему часто просил у святого благословения на этот великий подвиг. Однажды премудрый пастырь в ответ на его прошение сказал «Если ты, Чаада, желаешь безмолвствовать, то на следующий день я дам тебе на сие благословение». На другой день, по окончании божественной литургии, преподобный Сергий осенил его честным крестом и сказал «Господь да исполнит твое желание». В это мгновение Исаакий видит, что необыкновенный пламень исходит от руки преподобного и окружает его Исаакия. С того времени он пребывал в молчании, и лишь только однажды чудесное явление разрешило ему уста. Преподобный Сергий еще при жизни, будучи во плоти, сподобился иметь общение с бесплотными. Однажды святой игумен совершал божественную литургию вместе с братом своим Стефаном и племянником Феодором. В церкви тогда среди прочих находился также Исаакий-молчальник. Со страхом и благоговением, как и всегда, совершал святой великое таинство. Вдруг Исаакий видит в алтаре четвертого мужа в чудно блистающих ризах и сияющего необычайным светом. При малом входе с Евангелием небесный сослужитель следовал за преподобным. Лицо его сияло, как снег, так что невозможно было взирать на него. Чудное явление поразило Исаакия. Он отверз уста свои и спросил рядом стоящего с ним отца Макария, что за дивное явление, отче, кто сей необыкновенный муж. Макарий также был сподоблен видению. Изумленный, пораженный им, он отвечал, не знаю, братья, и я сам ужасаюсь, взирая на такое дивное явление. Не пришел ли разве какой священнослужитель с князем Владимиром? Князь Владимир Андреевич в то время был в церкви. Старцы спросили у одного из его свиты, не приходил ли с князем иерей. Спрошенный ответил, что священника с ними не было. Тогда иноки поняли, что с преподобным Сергием сослужил ангел Божий. По окончании литургии приступили к святому и спросили его об этом. Сначала подвижник не хотел открывать им тайны. Какое необычайное явление видели вы, чадо? Служили литургию Стефан, Феодор и я грешный. Более никого не было. Ученики же продолжали просить его. Тогда преподобный сказал им. Чадо, если сам Господь Бог открыл вам, то могу ли я утаить во сне? Тот, кого вы видели, был ангел Господен. Не только ныне, но и всегда, когда мне, недостоинному, приходится совершать литургию, он Божиим изволением служит вместе со мною. Вы же никому не говорите, что видели, пока я жив. Среди учеников преподобного Сергия был один по имени Андроник, происходивший из того же города Ростова, откуда был родом и сам преподобный. Еще в юных летах он пришел в монастырь живоначальной Троицы и был принятым в число иноков. Здесь он подвизался много лет, украсил себя добродетелями и подъял много трудов. Посему и святой сильно любил своего ревностного ученика. У Андроника было желание построить свою обитель и ввести в ней общежитие. И желание это исполнилось. В то время митрополитом московским был святой Алексий. Тесная дружба и узы братской любви соединяли святителя с блаженным Сергием. Они часто вели душеполезные беседы. Нередко святой митрополит спрашивал совета у преподобного игумена. Однажды, посетив монастырь, Алексий сказал Сергию, «Возлюбленный, хочу просить у тебя одного благодеяния, и думаю, что по любви ко мне ты исполнишь мою просьбу». Старец же отвечал архиерею, «Владыка святый, мы все в твоей власти, ни в чем тебе нет запрещения». Тогда митрополит сказал, «Я хочу, если Бог поможет, построить монастырь». Когда мы плыли из Константинополя, поднялась сильная буря, так что мы едва не погибли. Все начали молиться Богу. Также и я стал просить Его, чтобы Он избавил нас от предстоящей смерти. Тогда я дал обет построить храм во имя того святого, память которого празднуется в тот день, когда Господь дарует нам высадиться на берег. С того часа буря прекратилась, наступила тишина, и мы достигли берега 16 августа. Теперь желаю исполнить свой обет, построить церковь в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. «При ней хочу устроить общежительный монастырь. Посему прошу тебя, дай мне возлюбленного ученика твоего Андроника». Преподобный с готовностью исполнил просьбу митрополита. Святой Алексий отправился в Москву и здесь, на берегах Яузы, основал монастырь, а игуменство в нем поручил Андронику. Спустя несколько времени сам преподобный Сергий прибыл в новую обитель, благословил ученика своего и сказал «Господи, призрись небеси на место сие и посети его своею милостью». Тот же святитель Алексий, благодаря Господа за исцеление по его смиренным молитвам татарской царицы Тайдулы, основал другой монастырь в Москве, в память чудо-архистратига Михаила, и для сей чудовской обители митрополит испросил у Сергия нескольких старцев. Имя преподобного связано с основанием еще одного монастыря в Москве, именно Симоновского. Феодор, племянник Сергия, долгое время пребывал в обители великого подвижника, живя с ним в одной келье и процветая добродетелями. Все удивлялись тому, что Феодор никогда ничего не скрывал от своего наставника игумена, но исповедовал ему всякий промысел. Когда он был уже священником, то пожелал основать где-либо монастырь и рассказал о том преподобному Сергию. Но преподобный сначала не отпускал от себя племянника, желая передать ему после себя игуменство в Радонежском монастыре. Когда же за Феодора начал просить великий князь Дмитрий Иоаннович, подвижник согласился отпустить его, а вместе с ним и тех из братьев, которые хотели за ним следовать. Вероятно, с согласия великого князя Феодор избрал и место для основания новой обители вблизи Москвы, называемое Симонова. Преподобный Сергий пришел осмотреть избранное место, нашел его удобным и дал свое благословение на постройку новой обители. Феодор построил церковь во имя Пречистой Владычицы Нашей Богородицы в честь ее славного Рождества, открыл при церкви монастырь и ввел в нем общежитие. Слава о добродетельной жизни Феодора стала широко распространяться. Число иноков его обители все возрастало. Сам преподобный Сергий неоднократно посещал сию обитель и принимал по преданию участие в трудах братьев. Спустя некоторое время святой Феодор был возведен в сан архиепископа Ростовского и своими добродетелями светло сиял там, подобно яркому светильнику, до самой своей кончины, последовавшей 28 ноября 1394 года. Ни в одной Москве, но и во многих других местах возникали обители, основанные учениками преподобного Сергия или же устроенные самим великим подвижником. Так великий князь Дмитрий Иоаннович, желая построить монастырь в Коломне на месте, называемом Галутвино, усердно просил святого Сергия благословить то место и воздвигнуть церковь. Тронутый такую веру великого князя и движимый любовью к нему, преподобный отправился в Коломну пешим. Он всегда имел такой обычай, благословил то место и воздвиг церковь во имя Богоявления Господня. По просьбе великого князя он дал для новой обители одного из своих учеников, священноинока Григория, мужа благоговейного и благочестивого. Вскоре и эта обитель, где также было установлено общежитие, Божию благодатью процвела во славу единого, в Троице славимого Бога. По просьбе другого князя, Владимира Андреевича, преподобный благословил место в Серпухове для монастыря в честь зачатия Пресвятой Богородицы. В этот монастырь, называемый Высоцким, святой послал строителям по настойчивой просьбе князя одного из своих самых любимых учеников Афанасия, сильного в божественном писании, отличавшегося необыкновенным послушанием и другими добродетелями и чрезвычайно искусного в переписывании книг. Так преподобный Сергий благословлял многие обители и посылал туда своих учеников, и духовные сыны его, и сыны сынов его, как звезды, светили и сияли во все стороны чудным житием своим всем на пользу. Равноангельская жизнь преподобного, необычайное его смирение и труды на пользу церкви, внушили святому митрополиту Алексию желание иметь блаженного Сергия своим преемником и заместителем. Достойный пастырь стадо Христова, замечая, что уже приближается кончина его, призвал к себе преподобного Сергия и, взяв свой митрополичий парамант с золотым крестом, украшенный драгоценными камнями, подал его преподобному. Но великий подвижник, смиренно поклонившись, сказал, «Прости мне, владыка святый, от юности не был я златоносцем, а в старости тем более желаю пребывать в нищете». Святой же Алексий сказал ему, «Возлюбленный, я знаю, что таково было всегда твое житье, теперь же покажи послушание и прими подаваемое тебе от нас благословение». При этом он сам возложил на святого парамант, а потом начал говорить, «Ведаешь ли, преподобный, зачем я тебя призвал и что желаю предложить тебе? Вот я держал Богом врученную мне российскую митрополию, сколько Господу было то угодно, но теперь уж близок мой конец, не знаю только дня моей кончины. Я желаю при жизни моей найти мужа, который бы после меня мог пасти Христово стадо, и никого, кроме тебя, не нахожу. Мне хорошо известно, что, начиная с князя и до последнего человека, все желают тебя. Итак, восприими теперь сан епископский, а после моей кончины займешь мой престол». Спасибо. 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 Спасибо.